Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто. В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. В центре внимания этого выпуска обстановка на дорогах региона. За сутки там госавтоинспекторами зарегистрировано около трех десятков аварий. Не обошлось без пострадавших. Подобное ДТП произошло накануне в Будокошелевском районе на автодороге М5 Минск-Гомель. Виновник происшествия – 37-летний бесправник на мотоцикле. При совершении поворота не справился с управлением и совершил наезд на стойку дорожного знака, после чего водитель опрокинулся. В связи с происшествия водитель с травмами был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка. Отметим, что несмотря на то, что мотосезон еще не открыт, данное ДТП не первое. Совсем недавно в Лирическом районе нетрезвый мотоциклист сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы. Более 1200 рублей штрафа. Именно столько может грозить рыбаку-нелегалу из Житковичского района. В его доме было обнаружено 7,5 километров сетей. Месяц назад мужчина уже попадал в поле зрения госинспекторов охраны животного и растительного мира. Он был задержан на озере Червоном за попытку лова рыбы сетями. Тогда были обнаружены 5 сетей и браконьерская торпеда, с помощью которой рыбаки собирались установить сети. В госинспекции напоминают, что накануне весеннего нереста вылов рыбы сетями наносит наибольший ущерб ее воспроизводству. Противоугонная лавочка. В Гомеле пьяный мужчина попытался уехать на чужой машине, но врезался в скамейку во дворе. На вызов от ДТП приехали сотрудники ГАИ, однако, как выяснилось, владелец авто в это время был дома и никуда не выезжал. После проведенной проверки милиционеры установили виновника аварии, а заодно и угона. Им оказался неработающий ранее судимый за хранение наркотиков гомельчанин. В момент совершения преступления 25-летний парень был пьян. Вину признал, но свой поступок объяснить не смог. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.